МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главные темы выпуска. Снести нельзя ремонтировать. Жильцы многоэтажки знают, где нужна запятая. Они требуют признать здание аварийным и поставить точку в капитальном ремонте дома. Сестра как профессия и призвание. День медицинской сестры в Ахтубинском районе – праздник для трех сотен специалистов. Их ряды скоро пополнят выпускники медицинского колледжа. Кареты, корабли и самолеты. А командиры, экипажи, дети. Традиционный парад колясок прошествовал по улицам города. 29 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана. Только в первые три месяца страну покинули более 50 тысяч военнослужащих. 15 мая ветераны боевых действий по традиции собираются у памятных мест. В Ахтубинске это памятник павшим воинам-интернационалистам. Сегодня здесь было многолюдно. Прошел митинг памяти. Подробности у Елены Печенко. Сегодня, 15 мая, в День памяти погибших в локальных войнах и военных конфликтах, несмотря на дождь, перед мемориалом землякам-ахтубинцам собрались матери и родственники павших героев, а также товарищи по оружию, боевые ветераны, руководители Ахтубинского района, представители Ахтубинского гарнизона, молодежи и общественности. В одном строю с ними победители военно-патриотической игры «Зорница», учащиеся средней общеобразовательной школы номер 4, заступившие на вахту памяти. Со словами благодарности за подвиг и мужество, проявленные при выполнении интернационального долга и защите конституционных прав наших граждан, к участникам боевых действий обратился глава Ахтубинского района Виктор Ведищев. Он призвал помнить уроки истории и не оставаться равнодушными к событиям, которые сегодня происходят в мире. «Казалось бы, вот 9 мая мы, или память тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто, наверное, думал, что отвоевав в эту жестокую кровавую войну, он у нас больше на нашей территории, и за пределами никогда не будет войны, потому что мы знаем, какой ценой добилась и была добыта эта победа. И сегодня, в этот день, мы находимся в этом святом месте для каждого из нас, где выбиты имена погибших наших земляков, локальных войн и конфликтов. И сегодня можно с полной уверенностью сказать, что эти жертвы не напрасны. Даже сегодня в Сирии погибают наши соотечественники. Но, еще раз повторяю, эти жертвы не напрасны только по одной простой причине, потому что все прекрасно понимают, что эти жертвы во имя нас с вами, живущих сегодня, во имя нашего будущего и во имя нашего суверенитета, нашего государства. Поэтому я много говорить не буду. Я хочу выразить слова благодарности нашим воинам, интернационалистам, нашим ветеранам». Доблесть, отвага, мужество, которыми славились российские войска, навсегда снискали почет и уважение современников, а также благодарную память потомков. Все выступавшие на митинге благодарили ветеранов за исполнение интернационального долга и возлагали надежды на представителей подрастающего поколения. За заслуги во защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Активное участие в работе с ветеранами и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, согласно выписке из приказа по Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, ряд наших земляков был награжден медалью «Афганская слава». Минутой молчания участники митинга почтили память погибших. Это Зверев Федор Федорович, Гнездилов Николай Александрович, Цибульский Владимир Ильич, Катунин Олег Иванович, Савин Александр Александрович, Цаплин Дмитрий Вячеславович, Пурей Андрей Андреевич, Танатов Султанияр Габрашидович, Карпенко Александр Михайлович, Кирносов Денис Павлович, Зоткин Александр Викторович, Сахнов Алексей Сергеевич, Кайтовский Михаил Павлович, Васильев Вячеслав Николаевич, Кузякин Егор Александрович, Амралиев Серик Анатольевич, Прокофьев Александр Сергеевич и Шугаев Андрей Викторович. В завершении мероприятия к стеле погибшим героям участники митинга возложили цветы. Сегодня в Ахтубинске дождь и прохладно. Однако к концу недели синоптики обещают потепление до 24 градусов. А завершится мать с дневной температурой плюс 27, плюс 29. Дальше будет еще жарче, в связи с чем с 20 мая по 31 августа в Астраханской области ограничат движение для многотонных фур на дорогах регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. При температуре выше 32 градусов покрытие при высоких температурах начинает, так сказать, плыть. Тяжеловесы смогут передвигаться по области только с 10 вечера до 10 утра, сообщают на сайте регионального Минстроя. Следующая информация для граждан льготных категорий. В областном законодательстве произошли изменения. На что они повлияют, пояснили в Центре социальной поддержки населения. Граждане отдельных категорий, которые к нам обращались и которые имеют право на меры социальной поддержки в зависимости от дохода самого гражданина или семьи, это у нас участники чеченских событий, члены семьи погибших, умерших ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении, это пенсионеры, имеющие право на льготы. У них теперь срок переоформления своих льгот продлен до 1 июня 2017 года. При этом в доход этих граждан и семей не будет теперь учитываться выплаты, которые предусмотрены 85-м законом Астраханской области. Это выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги, выплаты ежемесячные, денежные выплаты за проезд и многие другие. И не будет учитываться выплата субсидий в доход для этих семей. Кроме того, с 15 мая этого года устанавливается новая величина прожиточного минимума. Она теперь увеличивается на душу населения и будет составлять 9257 рублей. Полуторная величина прожиточного минимума теперь будет составлять 13885 рублей 50 копеек. Таким образом, граждане тех категорий, которые я перечислила, могут к нам прийти, переоформить свои льготы. Во-первых, и срок продлен, и доходы мы будем теперь брать. Вот только пенсию и заработную плату, если кто-то из них работает. И уже учитывать прожиточный минимум, тот, который я сказала, с 15 мая 2017 года. Еще больше информации можно получить в клиентской службе центра, а также по телефону 505-91 и 5-21-79. Кроме того, материал будет опубликован в газете «Ахтубинская правда». Завтра в рамках программы «Ныне» специалисты подруга расскажут обо всех изменениях. Теперь меняем тему. Место сноса в план капитального ремонта. В доме номер 2 по улице Сталинградской стартовала программа капитального ремонта. В начале апреля в двухэтажке начались работы по восстановлению фасада. Казалось бы, новость хорошая. Правда, жильцы дома к грядущим изменениям не спешат радоваться. Говорят, что в данном случае ремонт – пустая трата времени и денег. Развитие темы у Ольги Лемайкиной. Наконец-таки дождался и попал в программу капитального ремонта. За счет бюджетных средств и денег самих жителей это здание в скором времени заметно преобразится. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Фасадная работа. Этой неприглядной двухэтажки 1957 года основания рабочие продлевают молодость. Раствором цемента замазывают все имеющиеся на ней трещины. За косметическими операциями во дворе наблюдает Тамара Лебеденко, жительница дома, которая считает, такой ремонт собственникам квартир не нужен. Нет, он не нужен нам абсолютно. Его надо дом этот сносить. Я же говорю, там где-то 70-е годы дома построили. Уже их, в общем, сносят. И этот фасад надо ремонтировать. А сносить не надо. Если снаружи картина масла, внутри картина Репина приплыли. На протяжении нескольких лет проживание в этом доме несет 75-летней женщине настоящую угрозу для жизни. После недавнего случая Тамара Тихоновна просто боится ложиться спать. Ночью на женщину с потолка обрушилась лепнина. Ее фрагменты упали ей на ногу. Внучка прибежала. Ты только не вставай, я тебя подниму. На что толку-то? На ногу она упала, во-первых. Оно ж тяжелое, там не тот цемент, не тот гипс какой-то. Тяжесть такая. Прям на ногу упала? Ну, куски. Она развалилась и мне прям на ногу упала. Больно было очень, конечно. Падение сверху происходит не только в этой комнате. В коридоре проблемы такие же. Сделать ремонт одинокая женщина самостоятельно не в силах. Однако далеко не по этой причине в квартире не ведется никаких работ. Вот видите, оно все сыпется. Его и ремонт делается. Вот там я позамазывала трещины, оно через полгода опять пошло. Вот это все трещины. Бесконечные трещины на потолке. Фрагменты деревянных конструкций, которые обнажила отклеившаяся лепнина. Временные потопы. Погода в доме, мягко говоря, не располагает. Как действует такой ситуация, жильцы не знают. Да и не видят в этом толку. Говорят, куда не обратись все бестолку. О признании многоквартирного дома аварийным и речи не ведется. Ведь возможности по выделению жилья из маневренного фонда не безграничны. В настоящее время по имеющейся на городском сайте информации лимит свободных квартир в городе исчерпан. А значит, жить жильцы второго дома по улице Сталинградской будут в приглядном здании снаружи и опасном для проживания внутри. Ольга Лемайкина, Виталий Просочкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Своим профессиональным праздником в России его считают десятки тысяч человек. Без медсестры не обходится ни одно медицинское учреждение. Они являются надежными помощниками докторов и вместе с главными специалистами ведут больного от начала его пребывания в больнице до выздоровления. В медицинских учреждениях Ахтубинского района сегодня работают 274 медицинские сестры. Цифра немалая, однако такого количества все же недостаточно. Руководство надеется на скорое пополнение медицинских рядов выпускниками профильного колледжа. Об этом и не только в нашем следующем сюжете. Возможно, будущим медикам, а пока обычным семиклассникам о деятельности филиала Астраханского медицинского колледжа рассказала преподаватель биологии, химии и других дисциплин Любовь Лымарева. В стенах учебного заведения здесь, в Ахтубинске, среднее специальное образование получают 124 студента. 65 из них в этом году получат диплом медицинской сестры. Их очень ждут в учреждениях Ахтубинского района. Нехватка специалистов среднего звена сегодня составляет 85 человек. В Центре здоровья школьники побывали 12 мая, Международный день медицинской сестры. О том, что это за праздник, участникам увлекательной экскурсии, рассказала Татьяна Тетерятникова, организатор мероприятия. Проводим анализ самых востребованных профессий. И этот анализ показывает, что самые востребованные – это у нас рабочие. Столеры, плотники, слесари, электрики, газосварщики, водители. А непосредственно в нашем Ахтубинском районе – это не все медицинские направления. Врач, фельдшер, санитар, естественно, медицинская сестра, без которой никуда не обойтись. Не только рассказали, но и показали, что входит в работу медиков в Центре здоровья. Здесь проводят кардиодиагностику, осмотр полости рта на предмет здоровья зубов и десен, проверяют остроту зрения, а также внутриглазное давление. Дают пациентам необходимые рекомендации. Быть или не быть медицинской сестрой – вопрос, конечно, интересный. Поразмыслить над ним у семиклассников еще немало времени. Медицина у молодых в приоритете. Я уже давно определилась в профессии врача. Я думаю, эта профессия ко мне очень близка. Я всегда хотела помогать людям. Я думаю, что эта профессия очень благородная. Я хотела бы пойти на стоматолога. Поэтому это очень общительный врач, который каждый день общается с людьми. Но я еще как бы не определилась. Я как бы хотела и на медсестру, и на стоматолога. Сегодня в медицинских учреждениях района работает более 270 медицинских сестер. Трое из них здесь, в Центре здоровья. Ежедневно сюда за медицинской помощью обращаются до 25 человек, в том числе из города Знаменск. Работу свою медицинские сестры любят, отдали ей многие годы. Здесь был открыт в 92-м году первый филиал медицинского колледжа. Моя старшая сестра закончила Астраханский медицинский колледж в свое время. И вот она меня направила на этот путь. И как бы так вот и поступила. Окончила и с 95-го года работаю вот здесь, в Актубинской ЦРБ. 18 лет проработала в поликлинике на приеме с кардиологом. Перевелась сюда, в Центр здоровья, старшей медицинской сестрой. 30 лет в этой профессии, а в Центре здоровья 4 года. У нас очень хороший коллектив, все доброжелательны. И вот пациенты приходят, очень многие в процессе обследования счастливые от нас, покидают наш Центр здоровья счастливыми. Нет такого кабинета, чтобы работал один врач. Обязательно работает врач и медицинская спайка. Они уже друг друга знают, понимают с полуслова. Если операционная медсестра, врач только глянул глазом, она уже знает, что подать, какой инструмент подать, какой там зажим, какой тампон, какой там все. Ну, медсестра первое, что должна быть внимательная, самое главное, честная, чистоплотная. Ну и обращаться с людьми мало. Не за горами день пограничника. Личный состав войска готовится отметить праздник с хорошими показателями. В подтверждение тому интернет пестрит информацией. Вот самое свежее. 14 жителей города Самары были выявлены пограничниками в ходе рейда по контролю соблюдения правил пограничного режима. 11 мужчин и 3 женщины приехали на отдых в Ахтубинский район, но при этом не позаботились о своевременном получении необходимых документов на право пребывания в пограничной зоне и разрешения на осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенного штрафа составила более 11 тысяч рублей. Ну а в пункте пропуска Караузек пограничники обнаружили в автомобиле Нива в перчаточном ящике 10 охотничьих патронов 16-го калибра. Астраханец, находившийся за рулем, не смог представить разрешительные документы на боеприпасы. Машина следовала из Казахстана в Астрахань. Патроны были изъяты. Сейчас по данному нарушению проводится доследственная проверка. Опять же из Казахстана, но теперь уже в Махачкалу. 20 тонн чая грузинского производства, расфасованного в мешки в автомобиле КамАЗ, пытались ввести в Россию без таможенных сопроводительных документов. Груз возвращен отправителю. Отправлена по обратному маршруту газель, которая следовала в Астрахань из Атырау, с полутора тоннами свежих томатов, без сертификата об их сопровождении. Суровую астраханскую границу также не прошли две тонны модных тапочек. Сланцы с незаконным использованием товарного знака пограничники обнаружили в машине, которая ехала из Казахстана в Крым. По этому поводу региональный сайт Арбуз шутливо заметил, что по всей видимости крымским модникам придется этим летом разоряться на настоящие брендовые тапки. Тем более на подиумах наконец-то легализовали самую удобную и любимую обувь в мире тапочки с носками. Поэтому больше никаких презрительных фи, особенно в Астрахани, где летом так ходит каждый второй. Теперь они главные модники на районе. Возвращаемся в день сегодняшний. Ну а сегодня Международный день семьи, главного института воспитания. Ведь то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Традиционно к праздничной дате приурочен ряд интересных мероприятий, в их числе парад колясок. Красочный фестиваль на днях прошествовал по улицам Ахтубинска. Его участники, как всегда, оказались настоящими фантазерами. Елена Печенко в этом убедилась. Парад колясок в нашем городе проводится с 2012 года. Мероприятие это незаурядное. И чтобы принять в нем участие, нужно проявить фантазию и продемонстрировать мастерство умелых рук. Собравшись у Центра социальной поддержки семьи и молодежи, участники парада с удовольствием комментировали свои творения. У нас многоциональная страна. Много в ней живет наций. И мы решили показать традиции казахского народа. Как раньше жили наши предки. Они жили раньше в юртах. И вот мы решили сегодня на параде колясок показать юрту и наш маленький казах. Кто в вашей команде? Я, сыночек и доченька. Мы семья Тетерятниковых решили, что будем емелями на печи. Сделали печь, нарядились и готовы участвовать. Сколько младшему участнику парада колясок? 10 месяцев. Младший участник Кира Петрова. 4 месяца. У нее был готов костюм. И вот все было сделано под костюм. В параде у нас принимает участие исключительно женская часть семейства. 4 поколения. Бабушка Лидия Ивановна, прабабушка уже Лидия Ивановна, бабушка Марина Анатольевна, я Виктория и Кира. Шествие через площадь Ленина, а затем по улице Сталинградской к районной администрации было просто фееричным. Казалось, что город стал ярче и добрее. А фраза «Дети – цветы жизни» приобрела реальное воплощение. У районной администрации участников парада приветствовали аплодисментами. Фестиваль-конкурс «Парад колясок» объединил самых счастливых, активных и творческих родителей Ахтубинска и Ахтубинского района. Конкурс проходил по следующим номинациям «Любимые сказки», «Коляска будущего», «Мир профессий», «Юный путешественник», «Мир животных», «Красота спасет мир» и «Детская фантазия». Жюри конкурса оценивало красочное и необычное оформление колясок и то, насколько конкурсная работа соответствует заявленной теме. Оригинальность костюмов ребенка и родителей, а также наличие группы поддержки. Участникам парада колясок нужно отдать должное. Они не только снарядили коляски и позаботились о костюмах, но и представили сценарные заготовки. Свои семьи в основном представляли мамы и дети. Отсутствие пап объяснялось их занятостью, но никак не безучастностью к делам семьи. На плечах представителей сильного пола лежало оборудование колясок и в этом они преуспели. И все же очень выигрышно смотрелись семьи в полном составе, где еще и в группе поддержки были бабушки, дедушки и другие родственники. Таким примером стала семья Зубаревых. Она не только получила приз в своей номинации «Юный путешественник», но и была отмечена представителем Ахтубинской епархии. Председатель Совета Женщин Ахтубинского района Мария Бережко вручила приз зрительских симпатий семье Будиковых, а главврач Ахтубинской районной больницы симпатизировала семье Сухоруковых. Семья Тихоновых получила приз от отдела ЗАГС Ахтубинского района. А от спонсора парада колясок Аст-Маркет участники этого мероприятия получили три ценных подарка. Они узнали, что у Товиченко Виктории завтра день рождения. И поэтому дарят этот подарок. Самокат! Награждают Исаевых. И тоже получают самокат. Громкие аплодисменты. А главный приз от нашего спонсора Аст-Маркет достается семье Бабичевых! Это был инвалидный велосипед! Очень приятно, потому что на самом деле сегодня мы присутствовали только с сыном на этом празднике, но папа наш принимал непосредственное участие, то есть он руководил процессом, поэтому очень приятно. В следующем году обязательно придем, будем участвовать. Но не могу, потому что очень неожиданно, конечно, эмоции переполняют. При награждении были отмечены все участники парада колясок, так что без призов никто не остался. К тому же подарком для ахтубинцев стало само веселое мероприятие, где было место и песням, и танцам, и играм, принять участие в которых могли все желающие. Еще немного информации. В субботу, 20 мая, на площади Ленина в 6 часов вечера состоится празднование Дня славянской письменности и культуры. Администрация района приглашает всех на традиционный фестиваль «Славянский базар». В календаре памятных дат особую значимость имеет День славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечает весь российский народ. В нашем городе это один из любимых веселых, ярких и эмоциональных праздников. Фестиваль объединяет все культуры и народности, проживающие на территории нашего края. В 2017 году «Славянский базар» пройдет в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии и 90-летия со дня образования Ахтубинского района. На хлебосольном Ахтубинском дворе жители и гостей города ждут национальные подворья, казахская юрта, украинская хата, белорусский двор, казачий курень и национальные поляны. Выставка продажа сувенирной и соляной продукции, выставка кукол и изделий декоративно-прикладного творчества, библиобульвар, сувенирная лавка, мастер-классы и, конечно же, веселые народные игры, песни и забавы. На главной сцене фестиваля пройдет театрализованное представление и концертная программа с участием лучших творческих коллективов Ахтубинского района и Астраханского губернаторского ансамбля «Песни и пляски». Ко всем желающим принять участие в организации национальных подворьей и парада национальностей просьба обращаться в Центр народной культуры по адресу улица Волгоградская, 79, телефон для справок 527-24. Также напоминаю, что в рамках программы «Встреча в студии» состоится разговор с главой района Виктором Бедищевым. Вопросы от телезрителей принимаются по 16 мая включительно по телефону 3-62-75. И это все новости на сегодня. Удачной рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова